Друзья и гости канала. Всем огромный привет. Я чуть не уехал и даже не заснял вам немецкий квартал дом номер 6. Что хорошее в данном доме? Есть квартиры, это раз. Второй дом полностью сдан и здесь уже подведен газ. Это три. Это очень хорошо и хорошо и комфортно для покупателей, потому что здесь осталось буквально там может быть квартир 5-6. Во всех остальных квартирах уже сделан ремонт и люди здесь живут. И в данном жилом комплексе в Цоколе имеется еще магазин. Давайте попробуем все это с вами посмотреть. Первая квартира, ребят, 30 квадратных метров, цена 4 миллиона 515 тысяч рублей. Соответственно, квартира 30 квадратных метров с эркерным окном. Квартира у нас, конечно, без часовой отделки, без ничего. Каждый ремонт можно сделать под себя. Ну и, соответственно, находимся все так же на улице Транспортная, там, где у нас была раньше СНТ Арго. Ну и, в общем, вот такая квартира. В целом, в целом, квартирка вполне даже себе приличная. Ценник получается 150 тысяч рублей за квадратный метр. За эти деньги, к примеру, можно купить у нас стройку на КСМ и черт-дон-де. Но эта локация на голову будет лучше, на голову будет выше. Поэтому, если вдруг хочется недорогую квартиру, я рекомендую присмотреться именно к данному дому. Потому что, когда дом сдан, можно сделать ремонт у достройщика. Это большой и огромный плюс. Смысл влазить в стройку в худший район, если можно, в хорошем районе. И готовы сдан дом по цене стройки, даже дешевле стройки. Ну что, это была первая квартира. Нам соль еще какие-то варианты здесь не имеют. И на очереди квартира номер 46. Цена квартиры 6 миллионов 330 тысяч рублей. 43 квадратных метра, извиняюсь. И из плюсов данной квартиры, что это полноценная однушка. Есть два окна, здесь хороший санузел, здесь хорошая площадь. И, соответственно, остается только сделать ремонт и будет вам счастье. Это второй этаж. Как обычно говорят, не первый этаж, не последний. Это не мансардный этаж, это нормальный, обычный этаж. И, соответственно, хорошая квартира для того, чтобы можно было здесь что-то такого интересного творить. 42,2 квадратных метра. 6 миллионов 330 тысяч рублей. Да, есть балкончик. Балкон такой, могу сказать, даже не балкон, это лоджия. Потому что с обоих сторон здесь у нас стены. И вид, да, на такую горку и на рядышком стоящие такие же дома. Как видите, спокойно подъехал на автомобиле, припарковался. В общем, хороший вариант. Учитывая, что струйки сейчас в жилых помещениях дешевле, чем по 160-170 тысяч рублей за квадратный метр, вы не найдете. Это обалденная альтернатива. Лучше уж взять готовый здарный дом, чем потом купить себе какой-то геморрой на всю жизнь и потом жалеть. Не буду показывать примеры. Как-то в свое время я одному своему человеку рекомендовал взять жилое помещение. Сейчас он смог продать его в два раза дороже. Он захотел залезть в стройку. В стройку уже идет 5 лет, ребят, и пока и конца нет. Поэтому для меня, наверное, проще продавать синицу в руках, чем мним журавль на небе, тем более в Сочи. Данная квартира стоит 6 миллионов 780 тысяч рублей. Чем хороша данная квартира, что некоторые умелые у нас планировщики могут сделать изолированную кухню, там где есть окошко, и вот здесь сделать две изолированные комнатки. По большому счету, площадь квартиры 46 квадратных метров, и учитывая, что есть три световые точки, можно что-то в крайнем случае накладывать, что-то придумать. Конечно, здесь, если мы берем с вами кухню, только для проветривания, потому что здесь опорная стена, но эти два окна вполне себе нормальны для того, чтобы можно было как-то что-то распланировать, так называемую евро-душку. 6 миллионов 780 тысяч. Давайте посмотрим квартиру подешевле в данном доме, данная квартирка будет на 36,7 квадратных метров, и данная квартира у нас имеет интересную планировку. Да, санузел на своем месте, здесь мы с вами видим кухню со столбом посередине, также вид идет на опорную стену, тот случай, который тоже видит опорная стена, но это Сочи. Это Сочи, детка. И тут мы с вами тоже еще видим отдельный ракон, отдельный зал, поэтому зал, паралл, даже себе, неплохой. Данная квартира стоит 5 миллионов 510 тысяч рублей, плюс доплата 100 тысяч рублей за газ. Также у нас имеется небольшой балкончик, ну и, конечно же, вид в том числе и у нас зелень. Мы на улицу Яна Фабрициуса и на соседних домах данного застройщика. Итак, что по факту мы имеем? По факту имеем готовый сданный дом. По факту мы с вами имеем дом со всеми документами. По факту мы имеем дом со всеми центральной коммуникацией. По факту имеем дом, который, например, по прописке будет относиться к 9 гимназии. Там, где учатся мои племянники, там, где учатся почти все дети моих клиентов. Потому что 9 гимназия считается одной из самых топовых. Я не говорю, что она самая лучшая, она топовая. Потому что там ваш ребенок может учиться бесплатно и с него не будет, как в 8 гимназии, драть три шкуры. Понимаете? Как бы не будет делать искусно вашего ребенка неуспевающим, чтобы вы обошляли плохое слово, чтобы вы платили деньги за частные дополнительные уроки. Поэтому 9 гимназия в этом отношении из бесплатных гимназий одна из самых лучших. Ну вот так, ребята. Продолжаем. Этого этажа выше. Квартира у нас 45 квадратных метров. Примерно такая же, как мы смотрели с вами на втором этаже. И, в принципе, да, эта квартира отличается от предыдущих тем, что здесь нет окна. Но эта квартира, соответственно, у нас дешевле без малого на 30 тысяч рублей всего лишь. 30 тысяч. Нет, я думаю, второй этаж будет поинтереснее, чтобы можно было на кухне, не знаю, открыть окно, чтобы можно было что-то проветрить. Ну и вот с чем бы такая квартира. Да, конечно, это полноценная однушка, скорее всего, либо большую можно сделать студию. И данная квартира вполне даже себе адекватная по цене, учитывая цена образования в городе Сочи. Еще раз повторюсь. Я понимаю, что вы сейчас попробуете все это посмотреть в интернете, попробуете посмотреть на циане, на том клике и так далее. Ребята, ну, уже не раз вам говорил по поводу фейковых объявлений, на кого они рассчитаны и так далее. Я вам показываю то реальное, что можно купить за ваши деньги, либо то, что нельзя купить за ваши деньги. Ну, как бы не я ставлю цены в Сочи на недвижимость, поэтому выбор за вами. Сейчас я еще раз определился в том, что квартиру в Радужном, наверное, надо поднимать по цене, потому что на фоне всех этих цен, которые творятся в Сочи, я думаю, что я слишком дешево продаю квартиру с ремонтом, с техникой, с мебелью, просто с бомбическим видом. Вот как бы так. Ну, а мы с вами идем дальше. Другой подъезд и сейчас мы посмотрим квартиру. Квартиру 27,6 квадратных метров. Ценами этой квартиры 4 миллиона 440 тысяч рублей. 4 миллиона 440 тысяч рублей плюс 100 тысяч рублей доплата за газ. Эта студия, да, она небольшая, всего лишь чуть больше 27 квадратных метров, но у нее цена более-менее адекватная, до 5 миллионов рублей. Можно данную квартиру довести до ума и сдавать спокойно вот в этой локации за 25 тысяч рублей. В целом хороший вариант. Это второй этаж у нас. Второй этаж у нас пользуется спросом, особенно в том месте, где отсутствует лифт. В данном жилом комплексе всего лишь 4 квартиры на этаже, что тоже является огромнейшим плюсом. Ты себя здесь не ощущаешь, как будто находишься в общежитии. Поэтому, ребята, квартира вполне даже себе интересная. А мы давайте посмотрим последние две квартиры в данном доме и будем уже подводить и поролезть до третьего этажа. Квартира номер 30. 35 квадратных метров. Цена данной квартиры 5 миллионов 360 тысяч рублей. Это квартира инвесторов. Квартира на перепродаже. Квартира планируется в однокомнатную квартиру соответствующую. Здесь, как и в предыдущих квартирах, статус жилое помещение. Заведен газ. Доплата за газ, как и в предыдущих квартирах, составляет 100 тысяч рублей. Есть балкончик. Дом сдан с документами. Многие здесь уже сделали лимон. Ну и в целом, квартира вполне себе такая хорошенькая и уютная. Поэтому вы можете ее купить, сделать ремонт, тот, который вам нужен. Ну и, конечно же, получать уже от жизни в Сочи неописуемое удовольствие. Лично мне данная квартира понравилась. Конечно, хотелось бы, чтобы данная квартира стоила там миллион три. Но особства в Сочи не бывает. Спрос на недвижимость в Сочи сейчас очень большой. А предложение становится все меньше и меньше. Подводя итог, что хочется сказать. Да, конечно же, цены пугают, в том числе и меня. Ну, ребят, это реальность. Россия большая. Население 140 миллионов человек. А Сочи это очень маленький город. Да, пускай он самый протяженный город России. Пускай он по протяженности второй город в мире. Но, ребят, черное море, горы, чистые улицы, пальмы, шикарная инфраструктура. В конце концов, высшие учебные заведения. Есть хорошие поликлиники, хорошие больницы. И, конечно же, специалисты со всего мира, не боюсь сказать. Потому что клиенты к нам приезжают не только с России, не только стран ближнего зарубежья. Ну, это всюду едут. И, конечно же, соответственно, спрос рождает предложение. А что такое предложение? Предложение – это цена. Ценник становится все выше. Я живу в Сочи 5 лет. Ни разу не видел, чтобы цены становились ниже. Цена каждый год выше становилась как минимум на 30-35%. Ну, и, конечно, за последний год скачок произошел, точнее, в два раза. Поэтому, ребят, я понимаю прекрасно, что кто-то из вас копил там, кого-то не устраивало однушка, кого-то не устраивало двушка, кто-то кого-то не устраивало район. Ну, теперь что? Остается только касать локти, потому что ложка хороша к обеду. И, наверное, самое важное и самое лучшее, что я сделал в своей жизни, это то, что я родителям купил квартиру осенью. Потому что ту квартиру, которую я купил, там, за 8 миллионов 400, учитывая, что я сделал ремонт и так далее. Данная квартира сейчас стоит по рынку 20 миллионов рублей. Да, она мне обошлась где-то примерно в 12 миллионов рублей. 12,5, да, там, с учетом ремонта, с учетом техники, мебели и так далее. Но, ребят, как бы, если бы я немножко бы, немножко там хотел бы подкопить на что-то лучшее и так далее, то я могу сказать, чтобы родители сейчас и жили бы в загнивающем городе, которое название Орск. Недавно встретился со своим другом, с Сергеем, да. Я говорю, ну, как слетал в Орск? Он говорит, Макс, говорит, даже, просто даже, даже не хочу. Столько депрессии, столько двигательника в жизни не испытывал. Вот как бы так. Поэтому, само собой, обидно, что такие города, как Москва, такие города, как, не знаю, Сочи, в конце концов, Санкт-Петербург, эти города у нас развиваются. А мелкие города, они, в свою очередь, у нас, мягко говоря, не знаю, что там с ними происходит. Конечно, обидно. И поэтому, конечно, люди стремятся ехать туда, где есть работа, где есть заработок. Заработок, или кто-то скажет, какой заработок. Ну, ребят, ну, какой заработок. Вот мой друг вот сейчас таксует, да. Вчера он за 10 часов заработал чистыми 6 тысяч рублей. Чистыми 6 тысяч рублей. 6 тысяч рублей чистыми за 10 часов. Ну, как бы, учитывая, что все нормальные люди, как бы, работают 6 дней в неделю. И вы сами можете почитать, сколько можно заработать. Опять же, он заработает 10 часов. Это не настоящий таксист. Нормальные таксисты работают не менее 15 часов. 15 часов нужно в сутки пахать, чтобы был заработок. Если бы он заработал 15 часов в сутки, то бы у него заработная плата составила бы даже в категории эконом 8 миллионов. Ой, извиняюсь, 8 миллионов. 8-9 тысяч рублей. А 8-9 тысяч рублей – это 250 тысяч рублей в месяц, ребят. И сейчас у нас межсезонье. Сейчас апрель месяц. 250 тысяч рублей, понимаете. Таксист спокойно может зарабатывать. Вот это бы так. А вы говорите, что вы не переезжаете, потому что в вашем родном городе есть работа, в вашем родном городе есть, не знаю, там, заводы, фабрики. И я знаю, что мой друг приехал в Сорска. Да, есть заводы, есть много чего. Но там зарплата от 12 до 25 тысяч рублей максимум. Там 25 тысяч рублей – это потолок, который сейчас там можно заработать. А он здесь за неделю зарабатывает больше, чем, как бы, 8% из тех людей, которые живут в своих городах, там, за месяц. За неделю зарабатывает больше. И притом работает в кайф, мне нравится работать, мне нравится общаться с людьми, мне нравится познавать город, я побываю в многих местах, там, и так далее. Вот как бы так. Поэтому, ребята, это выбор за вами. У меня нет цели вас агитировать, чтобы вы приехали в Сочи, там, и покупали квартиру. Или, там, нет у меня цели, там, пытаться вам разжевать, почему такая цена, почему вот именно так стоит и тому подобное. Да не надо, как бы. Все у меня взрослая аудитория. У меня аудитория, судя по аналитике Ютуба, 35 и выше, 35 лет и выше. Ну, в 35 лет уже понятно, от чего рождается цена, что такое дефицит, что такое профицит и тому подобное. Поэтому, смотрите сами. Само собой, поэтому я не снимаю данные обзоры, потому что прекрасно понимаю, что сейчас от обзоров очень много негатива, поэтому я стараюсь снимать больше город, там, еще что-нибудь и так далее. Потому что не хочу я этого негатива. Вам всем всего хорошего, прекрасного настроения, побольше вам позитива. Вам всем добра и пока.